Бабу Зину по праву можно считать самым колоритным персонажем. Она явно таит в себе много тайн, о которых совсем не спешит распространяться. Это видео является частью большого разбора двойного дна сюжета о Томми Харт. Так получилось, что история Бабы Зины остается как-то на задворках, и нужно либо выделять ей целую главу, либо сделать отдельный ролик. Вроде о ней есть что рассказать, однако на данный момент она очень опосредованно вписана в сюжет, и нам предоставили слишком мало данных о ней. Могу предположить, что ее время еще не настало. Однако у нас уже есть некоторая информация касательно Зинаиды, и чтобы в будущем при прохождении DLC было проще вспоминать, что там известно про нее, можно будет взглянуть отдельное видео о ней. Так как персонажа попытались наполнить и сакральным смыслом, не забудем разобрать и его. А именно, речь идет об олицетворении Бабы Яги, о чем сами разработчики говорят нам прямым текстом. Наша задача лишь расшифровать этот образ и понять, какая именно цель этого персонажа. У микрофона, как всегда, Леонид Князев. Поехали! Atomic Heart доставил немало хлопот тем, кто захотел купить игру в Стиме. Однако с этой проблемой отныне покончено, так как появился сервис Steam Balance. Тем более, что 16 марта в Стиме стартует весенняя распродажа, которая закончится 23 марта. Steambalance.ru это сайт моментального пополнения стимовского кошелька, проверено лично мной. Вводишь свой логин от Стима, выбираешь нужную сумму и оплачиваешь удобным тебе способом. Деньги поступили фактически моментально. Комиссия сервиса составляет всего 6%. Как по мне, лучше комиссия, чем головная боль от поиска обходных путей. Очень важно, что это работает только с рублевыми счетами, зарегистрированными на материковой части России. Также на сайте ты найдешь раздел со скидками на игры и Стима. Скидки доходят до 90%. На сайте есть скриншоты и трейлеры к играм, а также системные требования и рейтинг от игроков. Ну а если у тебя все равно остались какие-то вопросы, обязательно пиши вживую техподдержку, где оператор ответит на любой твой вопрос. А для тех, кто еще раздумывает о покупке Atomic Heart, лучше сделать это через Steam Balance в марте, так как будут хорошие скидки на игры. Но кроме этого, мы разыгрываем три копии игры Atomic Heart в моей группе ВК. Среди тех, кто выполнит условия конкурса. Ссылочка на сервис и на конкурс будет в описании. Надеюсь, не нужно говорить, что в ролике будет немало спойлеров к основному сюжету игры. Начнем, пожалуй, с общедоступной информации, которая есть в свободном доступе. Полное имя бабы Зины – Муравьева Зинаида Паловна, подполковник, бывший офицер связи на предприятии 3826. Раньше была приближена к окружению академика Сеченова, однако их пути давно разошлись. Я предполагаю, что это связано с тем, что произошло в Болгарии. Также я считаю, что ее специальность может говорить о том, что Зинаида Паловна отвечала за связь между агентами и самим Сеченовым. Очень может быть, что в той операции что-то пошло не так, что поставило под сомнение ее преданность общему делу. Хочу обратить внимание на очевидную странность фотографии ее дочери, словно это намек, что она могла стать причиной провала в Болгарии. Храс в одной из бесед с Нечаевым отзывается о Зинаиде следующим образом. В финале мы понимаем, что Захаров и Муравьева очень хорошо знакомы и вполне могут знать о друг друге много грязных тайн. Именно по этой причине Харитон никак не выдавал себя во время встречи с Зинаидой, как в первый раз у лифта, так и в ее избушке. А слова Захарова, что баба Зина является двойным агентом, говорят о многом. Но кто ее наниматель? Первой стороной, на кого она работает, является Кремль в лице Хрущева, либо главы правительства, то бишь Молотова. Разработчики черным по белому разъяснили нам ситуацию, происходящую в Кремле, и как там опасаются власти Сеченова. А учитывая навыки Зинаиды и то, что она в прошлом была приближена к Сеченову, делает из нее замечательного агента. Сеченова же пытается предотвратить ее вмешательство в дела предприятия, но мы слышали сами, чем это оборачивалось. Для нее нет запертых дверей. Кроме наблюдения за самим Академиком и его роботами, она таскала с предприятия экспериментальные образцы, в том числе и растения. Я думаю, что это делалось по указке ее работодателей. В подтверждении этого можно отметить отсутствие каких-либо тварей на ее кондоре, то бишь она это делала не для себя. Единственное, что Зинаида приберегла для себя, вот это чудаковатое существо. Я предполагаю, Сеченов знал, кто стоит за ней, поэтому не осмеливался помешать Зинаиде, чтобы не вызывать лишних подозрений. Для связи с правительством СССР она использовала закрытую линию связи, которая, между прочим, не является чем-то обычным. Даже Храс говорит, что подобная возможность есть только у Сеченова. К слову, она точно так же, как и все остальные, интересуется о бета-коннекторах. Я предполагаю, что они нужны не сколько ей, сколько ее работодателям в лице партийной верхушки СССР, которые вполне могли догадаться, что Сеченов мог не уничтожить старые наработки и опытные образцы. Кто смотрел прошлый ролик, знает о связи этих колец и семи Нечаевых. Соответственно, Зинаида сама могла догадаться, что под видом обручальных колец скрыты те самые бета-коннекторы. С первой стороной наниматели разобрались, но если она действительно является двойным агентом, на кого Баб Зина может работать еще? Вариантов, конечно, немало, однако зацепиться мы можем лишь за одну отсылку. Разумеется, это отсылает нас к Бандиане. Разведка Ми-6 и ее величество вполне могла завербовать Зинаиду для того, чтобы следить за Сеченовым и собирать информацию о его деятельности. Собственно, делать то же самое, что требует руководство СССР или лично Хрущев. Кроме этого, она вполне могла передавать и Ми-6 секретные образцы с предприятия. Открытым остается только вопрос о том, как именно они могли ее завербовать или на чем подловить. Но самое интересное в этой истории, как Нечаев попал на кондор Бабы Зина в конце игры, при том, что она в аккурат доставила его к Экару, то бишь подразумевая то, что он пойдет убивать Сеченова. Неудержимое желание, чтобы П-3 убил Академика, тоже наводит на мысли о том, что Зинаида что-то недоговаривает. Да и первая встреча говорит о многом. Не зная, что Зинаида теща главного героя, можно не обратить внимания на то, почему она не дает ему оружие. Но зная это, можно сказать, что она намеренно хотела устранить Нечаева. Да и слова, что в комплексе Вавилов безопасно, говорят сами за себя. Это можно списать на то, что она не доверяла на тот момент П-3, но не до такой же степени, чтобы свести все шансы на его выживание к нулю. В совокупности хочу сказать, что Зинаида далека от положительного или хотя бы нейтрального персонажа. А учитывая, что в этой истории абсолютно все угуд и хотят тебя подставить, можно предположить, что в конце истории она точно так же окажется отрицательным персонажем. Это что касается поверхностной оценки сюжета. Теперь я бы хотел напомнить, а кому-то рассказать о том, что означает сакральный смысл этого персонажа. Хочу заметить, что при разборе заложенных смыслов практически все они являются либо перевернутыми, либо сильно искаженными от их идеального понимания. Баба Зина прямым текстом называет себя Баба-Ягой, помимо того, что она живет в избушке на механических ножках. В одной из записок мы узнаем, что лесник точно так же принял ее дом за дом Баба-Яги. Образ очень сильный, поэтому не стоит списывать его на банальную отсылку. Баба-Яга мертвец, так как является проводником и хранителем врат в загробный мир, где зачастую хранятся знания предков. Это опасный мир, но не однозначно злой. Зинаида также подтверждает факт своей смерти. Да не выжила я. Умерла. Это можно списать на шутку, но, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки. Но главным моментом, отсылающим к ее сакральному образу, это то, что, как и в сказках, именно Зинаида помогает Нечаеву попасть в комплекс вавилов, который находится глубоко под землей. Это одно из олицетворений загробного мира наряду с дремучим лесом, пройдя который, герой должен обрести себя, вспомнить, кто он есть и получить знания, которые помогут ему одолеть врага. По факту, все наше путешествие по предприятию 3826 – это и есть олицетворение загробного мира, с его тайнами и загадками. Однако для упрощенного понимания можно отдельно выделить комплексы, такие как Вавилов и особенно Павлов, а также ВДНХ. Избушка на курьих ножках находится на границе загробного мира и мира живых. Учитывая, что на всей территории предприятий мы встретили только одного живого человека, я имею ввиду обычного человека, и то он прожил не слишком долго, даже деревню на поверхности сложно отнести к миру живых. Как по мне, комплексы – это просто одни из подуровней этого мира, а вот выходим из этого загробного мира мы только в самом конце, после того, как побываем на базе Нептун, где Лариса окончательно укореняет мысль Нечаева, то есть закрепляет его в бессознательном, что Сеченов – враг. И кто нас возвращает в мир людей? Правильно, Бабазина. Все знания, хранящиеся в загробном мире, не имеют четкой сонаправленности, поэтому их можно использовать как во зло, так и поставить их на путь добра. Нужно лишь понять, для чего именно эти знания использовать. И на данный момент можно сделать вывод, что, по мнению авторов, то, что происходило на данном предприятии, относится больше ко злу, что подтверждается увиденным на базе Нептун и в комплексе Павлов. Что касаемо Бабы Зины, этот образ в его истинном понимании должен лежать вне плоскости добра и зла, она не может служить той или иной силе, она скорее независимый персонаж, который либо погубит тебя, либо дознание для достижения твоей цели. Однако в Адомик Харт исказили этот образ, что мы видим в концовке. Можно подумать, что ее ненависть к Сеченову связана с ее дочерью. Кстати, как это она не в курсе, что балерины связаны с Екатериной, а именно с ее дочерью? Так почему она сама не отомстит академику за Екатерину, а хочет это сделать руками Нечаева? Все эти противоречия искажают и портят образ независимого персонажа в этой истории. Попытка сделать все не так, как было раньше, оборачивается глупыми несостыковками в образах, смысл которых формировался в народе веками и заключал в себе неподдельную силу мысли, которая помогала нашим предкам справиться с любыми испытаниями на их жизненном пути. Этот ролик, как и последующий, не предлагает воспринимать сказанное за истину. Я не ставлю целью поругать игру или разработчиков. Моя цель побудить в тебе интерес подумать над тем, что хотели донести до нас авторы. Чему должна научить эта история? Ведь если эта история ничему не учит и даже не пытается предоставить зрителю почву для рассуждений, то это скорее шлак, а не игра, на уровне доты или кс. Я же так не думаю. И заранее утверждаю, что в этой игре присутствуют очень сильные образы и идеи. Какие-то перестали быть чем-то уникальным, а некоторые являются чем-то новеньким. Поэтому в следующем видео, либо через одно, углубимся максимально глубоко в недопредприятии 3826. И чтобы не пропустить ни один из роликов, обязательно подпишись и проверь колокольчик. А на этом сегодня все. Спасибо, что досмотрел до конца. С вами был Леонид Князев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok